МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Буран ушел в свое первое и последнее космическое путешествие. Ушел в одиночестве без человека на борту. Он сделает три витка вокруг Земли и через 205 минут благополучно вернется назад и совершит посадку в автоматическом режиме. Потом это событие попадет в книгу рекордов Гиннеса. Как же оценить это достижение? Оправдывает ли цель средство? И была ли цель? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные часы страны неумолимо идут вперед, знаменуя наступление эпохи, которую впоследствии назовут застоем. В самом разгаре политика разрядки и мирного сосуществования. Но лозунги «Быть впереди планеты всей», «Догнать и перегнать» живут по-прежнему. А если нельзя догнать, то надо хотя бы постараться не отстать. Именно под этой маркой и была утверждена в середине 70-х программа создания многоразового космического корабля «Буран». Специально под эту программу был организован отряд летчиков-испытателей с не очень долгозвучной аббревиатурой УКПКИ, что означало «Отраслевой комплекс подготовки космонавтов-исследователей». Командиром отряда стал Игорь Волк. Следом за ним туда были зачислены Римас Станкевичус, Анатолий Левченко и Александр Щукин. Вместе с ними в отряд пришел Олег Каноненко, вскоре погибший при испытании самолета Як-38. В 83-м году к первой четверке присоединились Магомед Толбоев, Урал Султанов и Виктор Заболоцкий. Еще позже пришли Сергей Тресвятский и Юрий Шефер. Последним членом отряда стал Юрий Приходько. Сначала, когда был Силаев еще министр инвестиционной промышленности, у нас был просто приоритет. Волк Игорь Петрович, герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, летчик-космонавт СССР, командир отряда летчиков-испытателей. То, что натребовалось для нашего отряда, выполнялось в первую очередь. Естественно, это не всегда, так сказать, находило правильное понимание у остального летного состава. Силаев прямо сказал. Все остальные полеты после того, как выполнить свои задачи группа, которая относится к «Бурану». За это платили деньги, и поэтому мы были в более привилегированном положении по сравнению с другими. Мы бесплатно питались, мы бесплатно получали обмундирование, спортивное снаряжение, ездили, отдыхали, кушали нормальными вилками, ножами, пили из стаканов нормальных, не граненых, понимаете. Значит, это, в общем-то, замечается же, никуда ты этого не денешься. КОНЕЦ Это орбитальный самолет. Лозин Лозинский, Глеб Евгеньевич. Академик, доктор технических наук, герой саталистического труда, генеральный конструктор «Бурана». То есть аппарат, который способен как самолет летать в атмосфере и одновременно он способен, попав в космос, выполнять с определенным запасом энергии маневры по выполнению работ, заданных ему в космосе. Это еще не сам «Буран». Это один из его аналогов. Как и все в авиации, он имел сокращенное название «БТС-002», что означало «Большая транспортная система». Между собой его называли иронично «утюгом» и «ласково» «птичкой». Но предназначение у этого аналога было одно – научить летать оригинал, то есть «Буран». А точнее, даже не летать, а садиться. При взгляде на эту машину вопрос «взлетит или не взлетит» возникал сам собой. Но вопрос «сядет или не сядет» стоял гораздо острее. А приземляться этот самолет мог только по очень крутой глиссаде. Это поэтичное слово на языке летчиков означает траекторию посадки летательного аппарата. Для отработки предполагаемой глиссады «Бурана» летчики отряда совершили десятки вылетов на специально переоборудованных самолетах – истребителей МиГ-25 и хорошо всем знакомым Ту-154. Нагрузка была колоссальная, потому что, откровенно говоря, я сейчас вспоминаю, что в день выходило три-четыре вылета на разных типах. Это сейчас такого даже представить очень тяжело. А иногда было и шесть вылетов. Заболоцкий Виктор Васильевич, заслуженный летчик-испытатель СССР. Мы были близко к границе какой-то такой, ну, не сказать срыва по напряженности, но близко. Почему? Потому что у нас были случаи, когда при заходе по крутой траектории вместо установки на полетный малый газ двигатель ставили на стоп и на высоте там порядка 2-3 километра приходилось врубать его значит по новой, запускаться или же садиться прямо с ходу. Волк у нас командир, он тогда очень здорово нас стегал за это дело, но все равно не было такого, чтобы это отстранялось от полетов. Это тоже, наверное, неправильно, потому что драть надо было посильнее. У нас были катастрофы, когда люди потом уже просто расхолаживались из-за того, что опасность была всегда рядом и вот эта вот расхоложенность она приводила к печальным последствиям. Причиной аварии стало нештатное срабатывание противо-штопорной системы. Летчик Рима Станкевич скатапультировался с малой высоты. Жалко, конечно, что так получилось. К утру была машина, как машина. Вину не чувствую. Все выполнил. Сделал так, как умел, как знал. из листочки грубого металла получилось. Ничего. Но дело в том, что, прости меня, вот вас 8 человек, вас никто по плану не брал. Не брал. И вот у вас среди 8 человек, которые там 280 миллионов, все равно там Литва, Башкирия, Россия, Казахстан, там, ты их знаешь, что ли? А что, ты снимаешь, что ли? Летчики учились летать, а мы учились снимать. Жадовский Сергей Михайлович, видеооператор отряда. Это довольно тяжело было. Подхватить самолет на взлете, на полосе, то есть прийти в нужную точку в нужный момент. Легче было всего летать с Уралом. Не было никаких неожиданностей. Впрочем, один раз, когда мы летали, уже прилетая к аэродрому здесь, мне говорят, подержи ручку, я, я, я не знаю, что-то давит. Я не успел им ничего сказать, что у меня ручки нет. Ну, как-то немножко завалились. Спасибо.